Скажем, слава нашему Господу! Сегодня у нас мы отмечаем праздник. Мы его отмечаем и 25-го, и 7-го. Со всеми отмечаем, независимо, да, кто когда отмечает. Для нас важно не день, а событие, которое мы отмечаем сегодня. Это Рождество Иисуса Христа. И с одной стороны, это было тихое событие, спокойное, значит, этот мир жил своей жизнью, и в этот мир тихо, спокойно пришел Иисус Христос, воплотившись в человеческую плоть, родившись от Марии. Но с другой стороны, это было не совсем такое спокойное событие, потому что волхвы с Востока были побуждаемы, они увидели звезду, они поняли значение, и им надо было увидеть и посмотреть. И когда ангелы возвестили пастухам, то они тоже, хотя и были в покое, ну, содержали ночную стражу. Ну, что содержать ночную стражу? Все овечки отдыхают, животные, да, никого пасти не надо, и они тоже отдыхают, сидя у костра, наверное, да, греются. И вот тут пристал им ангел и возвещает эту весть о рождении Иисуса Христа. И мы видим, что они также пришли в какое-то такое неспокойное состояние. И мы читаем, об этом написано в Евангелии от Луки. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясле. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее и взывающее. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Слава Господу! И мы видим, что вот эта благая весть, которая прозвучала особенным образом для волхвов, и тоже самым особенным образом, необычным для пастухов, им ангелы сказали, она не оставила в покое ни тех и ни других. Друзья, и однажды к нам тоже прозвучала эта благая весть об Иисусе Христе. И потому, что мы здесь находимся, я понимаю, что она и нас не оставила в покое, что и мы тоже заинтересовались, что же это такое, да? Что же это за личность такая, Иисус Христос, которая даёт мир душе, покой, которая даёт радость сердцам человеческим. Я думаю, мы тоже захотели прийти и посмотреть, да? Кто-то нас пригласил в церковь, кому-то подарили Евангелие, и вот мы открываем, и на страницах Священного Писания мы встретились, или, может быть, кто-то в молитве пережил, мы встречаемся с этой личностью Иисусом Христом. Слава Господу! Друзья, конечно, мы не можем быть свидетелями тех событий, которые были около двух тысяч лет назад, но, друзья, это событие, оно проносится через все вековые времена, и оно достигает и сегодня людей, живущих в 21 веке. Это весть о рождении Иисуса Христа. Я думаю, она и сегодня приносит радость нашим сердцам. Слава Господу! И смотрите, пастухи, когда они пошли, посмотрели, засвидетельствовали, засвидетельствовали, написано, они уже возвратились славя и хваля Господа. Друзья, это были сердца, которые получили это свидетельство, которые получили это благословение, и они не могли быть просто в таком состоянии, в нейтральном. То Бог настолько это событие наполнило их жизнь, что они славили и благодарили и хвалили Господа. И я думаю, что мы сегодня и в этом служении также будем славить нашего Господа, поклоняться Ему за то радостное событие, которое однажды пришло на эту землю. Бог воплотился в человеческую плоть. Он совершил свое спасение ради нас с вами, пришел на эту землю, снизошел до этого уровня людей. Будучи сам Богом, друзья, Он пришел к нам для того, чтобы мы стали Его детьми, чтобы нас усыновить, чтобы быть Его народом, чтобы иметь эту радость от общения с Ним. Мы, вставши, совершим молитву, чтобы Бог благословил нас на этом месте. Аминь. Не украшался ли клиент огнями в ту ночь, когда родился наш Христос? Он признан был простыми пастухами. В хлеву у Бога спать ему пришлось. Он муж скорбей, изведавший болезни. Он презирает даже до сих пор. Весь мир поет рождественские песни, не дав душе спасителя простор. В гостинице закрыты были двери для вечного и славного царя. И ясли были, место колыбели. Мессию принимала так земля. Ну а потом колгофский крест и муки, и крик людской «Распни его! Распни!» Сейчас младенца мать берет на руки. Страдания же только впереди. Но как волхвы спешили поклониться и быть вечным жизнедателем Христом, так мы должны сегодня научиться быть Богу благодарными во всем. И для того родился наш Спаситель, чтоб чтить Его всего лишь раз в году. Проверим же сердечную обитель, не мрачно ли Ему там, как в хлеву. И если что-то в нас Ему мешает, как Господину в сердце нашим жить, пусть Он с Отцовской властью очищает, чтоб ярким светом мы могли светить. Пусть это Рождество для нас не будет очередным бесплодным жизнеднем. Пусть для труда Господь нас всех пробудет, зажжет наш Дух негаснущим огнем, чтоб Дух Святой повел нас по дороге, где, может быть, никто и не ходил, чтоб мы несли благую весть о Боге, о той любви, что Он в Христе. Семью ночь накрыла, темный покрывала, и одна звезда вдруг ярко засияла. Ясля спит, владенец, дивный царь вселенной. Слава Вышнему Богу, ангелы запели, радуйтесь все с нами, Мир по небесам, и благополенье Человеком, где бился миром, людям во спасенье, И мы вспоминаем ночь Его рожденья. Радуйтесь все с нами, Мир по небесам, И благополенье Человека Семь мы призываем Богу поклониться, И к Нему Волитве Духа Возносится Радуйтесь все с нами, Мир по небесам, И благополенье Человека ПЕСНЯ Родная души кровала Вели Хвалу небесам, Ангелы Миру Вещали Павла Почини Христа Мир распит в яслях младенец, Заметование сэр. Бог во Христе дарит земле Благоволение и мир. А пастухи Вифлеева Жаль зимы видеть на Бог. Кто возрежал в яслях бедных, Кто стал превыше всего. Мир распит в яслях младенец, Заметование сэр. Бог во Христе дарит земле Благоволение и мир. О, Всебладой наш Спаситель, Пусть будут наши сердца, Так же, как ясли открыты, Чтобы принять не в тебя. Мир на святых яслях младенец, Заметование сэр. Бог во Христе дарит земле Благоволение и мир. Какая радостная тема, Путем которой трудно крут, Ведет нас к яслям Вифлеема, Звезды, рождественский маршрут, Бьет по лицу холодный ветер, Пугает за бедой беда, Но путь, ведущий к Богу, светел, Поскольку впереди звезда, Прекрасно небо панорама, Но ярче всех сияет звезд, Звезда, ведущая нас прямо туда, Где царствует Христос, Когда-то дух оставит тело, Закончив на земле свой труд, Но в небо путь укажет вера, Звезды, рождественский маршрут, Для нас отныне не проблема, Страдания, что в плен берут, Ведет нас к яслям Вифлеема, Звезды, рождественский маршрут. Звезды, рождественский маршрут, Звезды, рождественский маршрут, Звезды, рождественский маршрут, Звезды, рождественский маршрут, ПЕСНЯ 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 насколько это событие глубокое, насколько оно значимое для всего человечества, то я думаю, мы бы не только два дня в году это праздновали, то каждый день мы бы это праздновали, или как минимум бы мы жизнь свою жили по-другому, если бы мы до конца основали, насколько это впечатляющее событие. Я хочу за это, именно за то, что это случилось, за то, что это произошло, вместе с вами еще раз сказать славу Господу. Я хочу говорить на такую тему, иногда это не то, что кажется. И знаете, прежде чем я прочитаю места Писания, которые тоже повествуют о рождественских событиях, я недавно прочитал одну историю такую, которая случилась, не знаю, когда, как давно это было, в одной местности, в шахте, в шахтер один, когда на работе опустился в шахту, и он там, работая в свою смену, то ли устал, то ли что, он прилег там прямо в шахте поспать до конца смены, попросил людей, с кем он работал, чтобы они его разбудили к концу смены. Они то ли забыли, то ли еще что-то, что-то там случилось, но они его не разбудили, и он там остался спать, они отошли, что ли, вот, и он проснулся от того, что кто-то там его кусал, то ли руку, то ли ему, да, то ли покусывал, не больно, но неприятно. Он проснулся и увидел, что крыса, да, там прибежала и кусает его. Он там отогнал ее, там выругался, как умеет ругаться, наверное, неверующие шахтеры, да, там повозмутился всем этим, вот, ну, и опять, ну, как бы лег заснуть, попытался заснуть. Но это все повторилось, она опять пришла, опять его укусила, он второй раз соскочил, попытался третий раз заснуть, ну, как бы опять не получилось ничего, опять все произошло. Ну, в конечном итоге махнул рукой, встал и пошел. И как только он отошел, где-то секунд через 30, то место, где он там лежал, там балка рухнула, и как бы, ну, а бал небольшой произошел. Ну, то есть, если бы он остался там спать, то его бы засыпало. И он после этого, уже потом всегда возвращаясь, ну, в свою смену в шахту, да, он эту крысу подкармливал, она как-то чувствовала, когда его смена, и она приходила, и он ее кормил всегда. Вот, и я просто к чему эту историю вспомнил? Знаете, некоторые обстоятельства в нашей жизни, они не всегда кажут, ну, являются тем, что нам кажут. И вот рождественская история, некоторые события в этой рождественской истории, они тоже, ну, не то, что кажется на первый взгляд. Я хочу, чтобы мы каждую историю, мы сейчас два момента прочитаем, мы посмотрели на нее с двух сторон. Со стороны человеческого взгляда, да, со стороны, как на это могли бы смотреть люди, или смотрели, и со стороны неба, да, то есть как на это небеса, все, ну, как в небеса смотрели на эти события. Итак, первая часть Евангелия от Луки, вторая глава. С самого начала прочитаем. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Каверине Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Бифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сын на своего первенца, испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. «Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидово спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». До этого места. Ну и дальше вы знаете историю, что они пошли, нашли младенца. И вторая история. Это уже посещение волхвов. Ивангелие от Матвея. Тоже вторая глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме и Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это Ира, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме и Иудейском, ибо так написано через пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему и открыли сокровища свои, и принесли ему дары, золото, ладан и смирну». И тоже дальше, пока не буду читать, тоже помните, что произошло дальше. Я хочу, чтобы мы с вами на эту историю, на эти две истории, как я уже сказал, посмотрели с двух сторон, со стороны людей и со стороны небес. И первая история, когда, первый момент, когда Иисус родился, если мы будем смотреть на эти события со стороны людей, то Сергей уже упоминал маленько, что выглядит это не очень, ну, как сказать, благоприятно, да, что ли. Мария с Иосифом пережили, ну, только что, вот не так давно, перенесли большую трудную дорогу, сложную. И вот у нас брат Григорий, там, супруга, недавно они были в Израиле, и когда мы с ним общались, он рассказывал, что вот от Назарета до Вифлеема там 200 с лишним километров, да, если я не ошибаюсь, 200 с лишним километров в расстоянии, и это не по асфальту, и это не на комфортабельном автомобиле, да, то есть это очень трудный путь, тяжелый, и это при том, что, ну, женщина беременная, которой обычно это условие трудно переносить, а когда еще такой путь, и вот они уставшие, перенесшие такое большое расстояние, пришедшие в этот город, не по своей воле, не по своему желанию они туда шли, да, то есть, ну, обстоятельства так сложились. И вот они пришли, места нет, гостиницы нет, дома никакого нет, нигде нет, а время рожать пришло, и да, и вот они оказались в Хлеву, в этом сарае, и вот эти неблагоприятные условия с точки зрения людей, ну, если мы посмотрим как по-человечески, то это, ну, плохо очень. И можно было грустно быть в этот момент и для Иосифа, и для Марии, может быть, тяжело это было. Возможно, только вот пастухи, которые пришли и как-то там поделились вот этой радостью, этим событием, взбодрили, да, ободрили немножко и так далее. То есть вот что-то такое. Но с точки зрения людей это, ну, тяжелые и сложные обстоятельства. Но если мы посмотрим на это же событие с точки зрения небес, то есть как небеса на это смотрели. На небесах это было просто, ну, огромная радость, огромное такое, ну, не знаю, впечатление, что ли, что они настолько сильно, ангелы были впечатлены этим событием, что да, что они нашли, наверное, единственных людей в этой местности, которые не спали этой ночью. И они им это рассказали. И представьте, кто был впечатлен. Ангелы. Ангелы — это те, знаете, так, скажем так, существа, да, которые, их появление на земле, как вот ангел один пришел, и пастухи испугались. Ангел, когда сам, когда появлялся ангел, то люди впечатлялись настолько сильно. Один ангел, что даже не только люди, даже, помните, ослица заговорила, то есть увидев ангела. То есть ангелы, они видели творение Божие, когда Бог творил Вселенную, и они впечатлялись этим, да. То есть они видели за время своего существования так много величия Божьего, да. Но это событие их впечатлило больше всего, потому что это была для них тайна, потому что это они не знали, как это произойдет. Они не знали вообще, что должно произойти. И когда они это увидели, это сильно впечатлило небеса. И то есть, понимаете, одно и то же событие с двух сторон смотрится по-разному. Давайте на другое посмотрим, когда пришли волхвы. Теперь смотрим, опять же, как с человеческой точки зрения это выглядит. У Марии с Иосифом все нормально, все хорошо. Они уже не в хлеву, они уже в доме, если вы обратили внимание. У них уже нормальные условия для жизни. Уже кто-то из значимых людей в этом мире оценил то, что произошло. То есть если до этого пришли пастухи, люди, которых не было такого высокого положения, звания и так далее, то здесь пришли волхвы, люди, которые могли спокойно прийти во дворец царя, да, их принимать нам будут. И эти люди пришли и поклонились. То есть кто-то из людей по-настоящему оценил то, что произошло. И эти люди принесли дары, то есть материальное благо, какие-то что-то. То есть с точки зрения людей все благополучно. Если мы посмотрим на эту историю, все замечательно, по-человечески смотри, все хорошо и все комфортно, все здорово. Ну давайте посмотрим, как на небеса на это смотрят, на это же событие. Пришли волхвы. Что произошло? Появление волхвов, во-первых, сначала оно встревожило Ирода, то есть Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. А потом, когда волхвы не вернулись, не сообщили Ироду, Ирод разгневался, потому что ему показалось, что его осмеяли. И появление волхвов возмутило очень сильно Ирода, возмутило настолько, что он готов был убивать, убивать детей. То есть так сильно. И вот это событие, которое с человеческой точки зрения выглядело как благополучное, со стороны небес смотрится на как большая опасность. И ангел предупреждает Иосифа, все, бегите в Египет, убегайте, спасайтесь. То есть смотрите. И то же самое, я хочу провести такой прообраз. В нашей жизни бывает так же, мы проходим какие-то обстоятельства, и некоторые обстоятельства нам кажутся трудными и тяжелыми. А некоторые, кто-то, может быть, сейчас находится в таком, что сейчас все хорошо, все замечательно, все здорово, больших проблем и трудностей нет. Ну, есть какие-то, может быть, мелочи, но незначительные. И все, мир, комфорт, в материальном плане, со здоровьем нормально и так далее. Все хорошо. И мы смотрим на эти обстоятельства по-человечески всегда на трудности мы смотрим как на трудности, на благополучие мы смотрим как на благополучие. Но это не всегда то, чем кажется. И иногда трудности – это самое лучшее время, когда Бог с тобой работает, когда Бог что-то делает в твоей жизни, меняет, преображает, что-то, ну, хочет тебя благословить обильно. И это, может быть, эти трудности, как знак того, что ты правильно идешь. А благополучные обстоятельства не всегда. Я, ну, поясняю, уточняю, что это не всегда так, но так бывает. Что благополучные обстоятельства – это иногда время, которое говорит о том, что опасность большая предстоит. И то время, которое благоприятно сейчас в твоей жизни, используй для того, чтобы питаться больше Богом, питаться, наполняться благодатью, запасаться этой силой, запасаться силой Божьей, Словом Божьим, нуждаться в Боге и еще более, еще более сильнее, потому что, может быть, в ближайшее время большая опасность тебя ждет, и тебе надо будет стоять, и тебе надо будет иметь большую силу, и тебе нужно иметь откровение от Бога, и поэтому используй то время благоприятное, которое есть. И я хочу молиться вместе с вами, молиться о том, чтобы Господь научил нас смотреть на то, что мы проходим не только глазами человеческими, но и глазами неба, так как небо смотрит на то, где мы сейчас находимся, в каком мы положении, в каких обстоятельствах, то, как видит Бог, на это смотрит, и что мы должны делать в этих обстоятельствах, чтобы мы это научились. Давайте будем молиться. Звуки любви Иисуса к тебе звучат, Ритмы спасения в сердце твоем стучат, Звуки любви Иисуса к тебе звучат, Звуки любви Иисуса к тебе звучат, О, почему ты счастьем не дорожишь? О, почему ты счастье не дорожишь? Бог за тебя кровь проливал чистую, В ранох своих Он иступил жизнь твою, Он полюбил сердце твое грешное, и для тебя счастье принес вечно есть. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. Знает Господь, что себя осуждаешь ты. Знает, что все разбиты твои мечты. Счастье найти без Бога не удалось. Вспомнить о Нем не разъебил уж пришлось. Он за тебя кровь проливал чистую. В ранох своих Он иступил жизнь твою. Он полюбил сердце твое грешное, и для тебя счастье принес вечно есть. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. Вечность за шагом шаг приближает нас. К славной черте и сегодня дает нам шанс. Встретить Иисуса словами Господь в грязи. Жизнь не кончая продолжить Его любви. Он за тебя кровь проливал чистую. В ранох своих Он иступил жизнь твою. Он полюбил сердце твое грешное, и для тебя счастье принес вечно есть. В ранох своих Он иступил жизнь твою. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. Что же Ему ответишь сегодня ты? Бог твой зовет, и скорее к Нему иди. В послании к евреям 1 глава с 1 стиха написано. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И Слово Божие говорит, что Бог, Он всегда говорил с человеком. Не было такого момента, когда бы Бог отвернулся от людей. Но даже когда во время потопа, когда Бог судился с человечеством за грехи, то мы видим, что среди всего человечества были те, которым говорил Бог. Бог был Ной и его семейство. И мы видим, что и Библия говорит нам о том же, что Бог, Он всегда говорил с человеком. Божий голос, Он всегда звучал для человека во спасение. И мы видим, что такие мужи Божии, как Авраам или Моисей, сегодня нам легко, у нас есть Библия, и мы можем говорить, да, это Слово Божие, Бог говорит мне через Своё Слово. А я хочу спросить, а какую Библию читал Авраам? А какую Моисей читал? Никакую. А тогда ещё Писания не было. А тогда вопрос, а Бог говорил с человеком? Говорил. Авраам понимал, когда к нему обращался Бог. И он сказал, выйди из дома растватывай его и пойди в землю, которую я тебе покажу. Это был Бог? Бог. Авраам понял. Понял. Послушался и пошёл. И мы видим, что действительно через послушание Богу Авраам имел такое благословение, о нём говорили, это князь Божий. Да? Это друг Божий, это князь Божий. То есть мы видим, что люди почитали, то есть Бог так возвысил Авраама. Не Авраам возвысился, Бог возвысил Авраама. Через что? Через послушание и доверие глазу Господнему. И мы видим также Моисей. Смотрите, до сих пор евреи почитают Моисея. То есть Моисея уже давно нету. Уже Христа две тысячи лет назад нет, да? Уже как личность, которая жила в те времена. А Моисей ещё раньше ушёл с земли. До сих пор, евреи почитают Моисея, да? До сих пор о нём говорится. Это историческая личность. Бог возвысил Моисея. Через что? Через послушание Слову Божьему. Через доверие Богу. И мы видим, что это мужи Божие, которые не читали, как мы сегодня читаем тексты Священного Писания, а они слышали голос Божий, и они повиновались Ему. И Слово Божие говорит, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле, и отцам в пророках, пророки тоже не читали Священное Писание, кроме, они не знали, кроме закона. Был закон Моисея, а больше ничего не было. Было пятикнижие Моисея, и больше не было ничего. И через пророков Бог говорил к народу своему. Но Слово Божие говорит, что в последние дни уже, то есть пришло время к концу, к последним дням, и Бог уже начал говорить в Сыне. Начал говорить в Сыне. И, знаете, здесь интересно так написано, в последние дни Сии говорил нам в Сыне. И ученики Иисуса Христа, апостолы, они записали все слова. Если мы возьмем Библию, первое Евангелие от кого? Матфей, ученик Христа, ученик. Второе Евангелие от Марка. Кто такой Марк был? Ученик? Ученик? Ученик Христа, только не один из тех апостолов, да? Вот. Значит, Лука. Вообще врач, да? Говорят. Вот тоже, да? Причислен к апостолам. Причислен, да? Вот. Он не ходил с Иисусом Христом, не ходил, да? Но он ходил с апостолом Павлом, да? И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. И мы видим, что те, которые имели общение с Иисусом, они записали все слова, все слова, значит, в книгу. И сегодня мы имеем полное собрание, да? Полное собрание, Библию, которое нам говорит, через которую Бог говорит к нашим сердцам. Здесь написано, в последние дни сии говорил нам. Другими словами, говорил мне, говорил вам, каждому из вас. Бог говорит сегодня в Сыне, в Иисусе Христе, через Священное Писание. Сегодня так Бог говорит человеку. Конечно, я не исключаю и прямого, когда Бог говорит к сердцу человеку, я не исключаю. Но сегодня мы имеем Слово Божие, это полное откровение Бога, данное человеку. Чтобы мы получали через это назидание, наставление. Я хочу подчеркнуть, Он говорил в Сыне. Сегодня это Бог говорит. Это не напечатано на страницах вот этого издания. Это слова Божие. И кому Он обращается? Он обращается лично к каждому, кто берет в руки эти священные писания. И не важно, кто ты там, профессор или просто школьник в каком-то классе учишься. Бог через это Священное Писание, Он говорит людям. Каждому лично в отдельности. И еще хочу подчеркнуть одно, что говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого в века и сотворил. Другими словами, наследником Небесного Царства будет Иисус Христос и те, которые Его приняли. И вот Он именно для этого пришел, чтобы, другими словами, войти в наши сердца, в наш дух, изменить нас и сделать способными принять наследство, которое Бог уготовал нам на небесах. Не на земле, на небесах. И вот эта задача Иисуса Христа была прийти, стать жертвенным агнцем, пролить свою святую кровь, чтобы мы с вами посредством этой жертвы осветились и имели доступ к Богу через Голгофу, через веру в Иисуса Христа. Мы имеем доступ к Богу. И Его поставил Бог Отец наследником Небесного Царства. Если мы желаем попасть в Небесное Царство, то никак мимо Иисуса Христа мы не пройдем. И царствовать там мы будем только с Ним, только через Него. Иисус Христос, Он и пришел принести это Слово от Бога. Слово от Бога лично каждому из нас. И вы знаете, не просто Слово, не просто звук, не просто информацию, но в этом Слове заложена сила Божия. В этом Слове Он уже заложил, и там находится нечто драгоценное для нас. И апостол Петр пишет об этом в своем послании. «Принявшими равно с нами драгоценную веру». Друзья, в Слове Божьем находится вера. Сегодня брат Сергей цитировал это место Священного Писания, что, я его потом еще процитирую, о вере, что это вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И вера, она исходит от Бога, и она заложена уже внутри Его Слова. Она заложена. И одно дело, когда человек слышит звук, когда цитируют Священное Писание, он слышит звук. Но вот в этой информации уже заложена сила Божия. И очень важно, чтобы он не вот этими ушами слышал, человек, а слушал с сердцем. Когда он слушает с сердцем, он не слушает звук, он принимает веру от Бога. Слава Господу! Поэтому очень важно, в каком мы состоянии находимся, когда слушаем Слово Божие, когда читаем Слово Божие, да? Когда мы сидим на этом месте и звучит голос проповедника, в каком состоянии не слух наш, а в каком состоянии наше сердце. Если наше сердце не готово принять веру, оно в неправильном состоянии, мы будем слушать только звук. А если наше сердце, оно в правильном состоянии перед Богом, и мы готовы принимать Слово Божие, Его силу и власть, мы будем принимать эту драгоценную веру, которая поможет нам в нашем пути. И вот смотрите, в послании к евреям в 12 главе написаны такие слова. Хорошо, прочитаю с первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Друзья, кто эту веру, другими словами, совершил? Кто сделал доступным для нас эту веру? Иисус Христос, потому что Он о себе говорит, «Я пришел исполнить закон, не нарушить я пришел, я пришел исполнить». И Он брал вот эти постановления закона, которые были даны еврейскому народу, и Он их исполнял. И Слово Божие говорит, что проклят, кто постоянно всего не исполняет написанного в законе. Вы знаете, никто не может исполнить закон из человеков, грешный человек не сможет этого сделать. Но Иисус Христос исполнял его постоянно и всегда. Он говорит, «Я пришел не нарушить, но исполнить». Друзья, и Он эту веру осуществил, Он сделал для нас доступной. И в другом месте написано, что Бог у Петра, Он воскресил Иисуса Христа, дал Ему славу, чтобы мы с вами имели веру и упование на Бога. И Он прославил Своего Сына, потому что Сын прославил Его здесь. И сегодня мы имеем эту драгоценную веру, мы видим, да, что действительно Христос прошел этот путь, ни разу не согрешил. И мы теперь имеем эту надежду на Бога, мы сегодня имеем эту веру драгоценную, которой мы с вами можем жить. И сегодня очень многие люди, они, может быть, недопонимают этого вопроса, что значит жить верою. Написано, праведный чем будет жить? Верую. А почему он не может жить своей праведностью? Ну, он же праведный, но праведный живет верою. Мы с вами праведные? Такое. Кто-то говорит, да, да, твердо так, да, истинно так. А некоторые молчат. Может быть, где-то сегодня нагрешили уже, да, или вчера еще не примирились, да, и где-то уже не поворачивается язык. Друзья, мы с вами оправданы не по нашим делам. Мы оправдываемся через веру в Иисуса Христа. И Слово Божие говорит, что праведно он будет жить этой верой. Верой Божией мы будем жить. Мы будем жить не своим умом, не своими способностями. Древнее прошло, теперь новое. В Иисусе Христе мы живем верою. В Иисусе Христе нам уже ничего не вспоминается. Какие мы были, наши заслуги, наш чин там или еще что-то. Семейное положение, финансовое положение. Оно вообще не имеет никакого значения. В Иисусе Христе имеет значение, ты веришь Богу или нет. И насколько ты доверяешь Ему свою жизнь. И, по-моему, на ближайшем служении, на каком-то говорили про богатого юношу. Да? Толик говорил? Да? Значит, на воскресном, да. Значит, брат Анатолий говорил про богатого юношу. И я хотел бы вернуться к этому юноше, к его вопросу, с которым он подошел к Иисусу Христу. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И сегодня многие люди хотят что-нибудь сделать, чтобы получить спасение или наследовать вечную жизнь. Да? Ну, например, читать Библию каждый день. Я буду читать ее и буду наследовать спасение. Нет. Буду молиться каждый день и наследовать спасение. Я буду читать Библию и молиться и наследовать спасение. Я буду все служения посещать. Во всех пожертвованиях участвовать. Представьте, чем мы с вами занимаемся. И мы не спасены, да? И этот юноша подошел, что мне сделать? И вы знаете, и евреи также подходили к Иисусу Христу. Это описано в Евангелии от Иоанна. В шестой главе я прочитаю это место. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Смотрите, все хотят что-то сделать для Бога. Такие хорошие люди оказываются на планете Земля. Ну, все хотят служить Богу. Юноша хочет служить Богу. Евреи хотят служить Богу. Говорят, ну, скажи нам, учитель, что нам сделать? Все сделаем. Горы свернем. Вы знаете, это вот эта человеческая натура. Я не говорю, что это только, значит, израильский народ такой. Это наша с вами натура. Она хочет что-нибудь сделать. Она хочет отличиться. Она хочет выделиться. Ей надо что-то сделать. Не может она сидеть просто так. И поэтому вопрос. И, вы знаете, Христос говорит, что делать. 29 стих. Иисус сказал им в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Другими словами, Бог послал Слово на эту землю. И Он говорит людям, ничего не надо делать. Мне от вас ничего не надо. Ни ваше служение рук человеческих, ни ног там, еще ничего-то, да? Ни головы, ни мозгов. Ничего от вас не надо. Другими словами, от грешного человека Богу ничего не надо. С Него ничего не возьмешь. Да? Ну, возьмите гнилую картошку. Ну, что с нее возьмешь? Ну, никуда ее. Ее никуда не денешь. Вот лежит картофельная, да? Сморщенная уже там, сухая гниль, да? Или мокрая. Ее возьмешь, она у тебя в руках. Куда ты ее? Никуда. И вот так же Бог говорит, мне от вас ваших дел не надо. А вот дело, которое я хочу, вот мое дело Божие, я хочу, чтобы вы сделали единственное, только одно, больше ничего не надо, чтобы вы веровали в мое слово. Друзья, и вот именно это дело Бог и хочет, чтобы мы и видеть от нас. И в Евреи, возвращаясь к этому месту, 11 глава, 1 стих, определение веры. В вере же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И значит, такой вопрос, когда мы читаем, возникает. Вера есть осуществление ожидаемого. Ни применение разума, ни применение рук, ни мудрости какой-то, ни философии, ни применение средств или еще чего-то, есть осуществление ожидаемого. А что ожидается, интересно, ожидается то, что написано здесь, ну, по большему счету, в книге Откровения. Мы уже живем в последние времена, и книга Откровения говорит о последних временах, что ожидает человечество, да, бедствия, глады, моры, землетрясения, да, войны, болезни. Потом придет Антихрист, Великая Скорбь, и наряду с этим будет Вознесение Церкви, Первое Воскресение, потом Тысячелетнее Царство. Это ожидает человечество. Так написано. Кто будет это осуществлять? Через веру Бог это осуществляет, да. То есть, другими словами, Бог будет осуществлять, а мы-то как будем, где мы будем находиться? Если мы во спасение, то вера нас будет соблюдать. И апостол Петр опять об этом же говорит, что Бог нас призвал к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, через веру соблюдаемых, ко спасению готовому открыться в последнее время. Другими словами, через веру мы соблюдаемся во спасение, не через наши дела. Кто-то может сказать, да я уже верующий 20 лет, я ни одного служения не пропустил, ни одного прожитования не пропустил, я читаю Библию, молюсь, пощусь, там то и то, и то делаю. Друзья, но это хорошо, но если это ты выставляешь на показ как свои дела, без веры, тогда Богу угодить невозможно. Если это дела веры, то не выставляй их на показ, потихонечку, давай милостью на втайне, молись, не выставляй на показ и получишь за это награду. И вот мы видим, что вера будет осуществлять вот это ожидаемое. То, что мы ожидаем, вера будет осуществлять не мы с вами, не своими руками. Я бы хотел, чтобы мы это с вами поняли. И вот смотрите, вернемся к этому богатому юноше. Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих. Это уже после этого богатого юноши, когда Христос говорит, значит, трудно богатым войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши. И вот он говорит в 27 стихе, потому что такой вопрос, кто же может спастись? Если этот юноша соблюдает от юности все эти постановления закона и хочет что-то доброе сделать для Царства Божия, ему говорят, что надо сделать, он опечалился и отошел, тогда у учеников вопрос, а кто же тогда может спастись? И вот смотрите, Христос говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Оказывается, нашему Богу все возможно. Слава Господу! Ему возможно созидать вселенные, миры, наполнять их жизнью. Ему это возможно. Возможно. Слава Господу! Мы видим вокруг себя то, что Бог может. В Евангелии от Марка, 9 глава, другой персонаж, отец юноши, которого дьявол бросал то в огонь, то в воду, хотел погубить этот злой дух. И он подходит к Иисусу и говорит такие слова. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И в 23 стихе 9 главы Иисус отвечает. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Смотрите, интересное положение. Бог и верующий поставлены на один уровень относительно, так скажем, что можно сделать. Оказывается, Богу все возможно. И верующему все возможно. Слава Господу! Друзья! И очень важно, чтобы мы были соединены с Богом. А чем мы соединены? Без веры Богу угодить невозможно. Мы должны доверять Его Слову. Мы должны доверять Священным Писаниям. Потому что через них Бог говорил. Нам сегодня говорит, чтобы мы верили. И делали это дело. Веровали. Веровали в Его Слово. И что значит веровать в Слово Божие? Вот, например, на сегодняшнем примере. Мы собрали служение. Мы молимся. Мы молимся, молимся. А что-то славы Божьей не слыхать. Собрался народ Божий поклоняться Богу, славить Бога. Значит, ангелы славят, да? Пастухи пришли. Славят. А мы с вами молимся, молимся. Никак Бога прославить не можем, да? И что нам теперь? Молились, молились, никак не смогли Бога прославить. Подходят мысли. Ну ладно, чего уж теперь. Ну значит, сегодня не судьба. Это слова неверующего человека. Это слова неверующего человека. Верующий человек говорит, я не буду останавливать молитву. Как это так? Бог не прославляется. Почему у меня нет наполнения? Почему у меня нет торжества? Я верующий человек. Пришел поклоняться Богу, а во мне Дух не славит Бога. Значит, он еще не пришел. Значит, я еще буду умолять Бога. Я еще буду проверять свое сердце. Я еще буду нуждаться в нем. Я еще пребуду в молитве Духа. Но я обязательно должен дождаться Бога. Сегодня брат Сергей Яничев напоминал нам, да? Двое или трое собрались. Я посреди вас. Бог говорит. Я-то среди вас. Но мы еще не в нем. Он на этом месте. А мы не в нем. Так что он уже сделает? Войти в него. Да? Другими словами, так встать пред Богом, чтобы Бог вошел в наши сердца. Мы не можем в него войти. Но он в нас должен войти. А он просто так не войдет. Ему нужно двери открыть. Да? Не вот эти и не те. Ему нужно открыть сердце. А чем открывается сердце? Верой. Я доверяю. Я пришел и молюсь. Мне не важно. Меня могут мысли смущать. Какие-то там тревоги, заботы там меня что-то напоминают. Что я должен сделать или еще что-то. Вы знаете, я сейчас там живу на Бахтине и там достраиваю второй этаж. Там все. Знаете, ну много времени отнимает. Я почему-то переехал на каникулы, чтобы хоть что-то поделать. Наездами там ничего не сделаешь. Вот. И вот постоянно фанеры это, значит, в разуме. Саморез там. А вот это как сделать? А потолок как подшить? А там разный уровень. Все. И вот это как бы, ну когда работаешь, трудишься, операционная вся эта система работает. И как бы она нет-нет и выдает сведения. И вот я пришел на это место поклоняться Богу, а у меня такие мысли. И чего я буду? Я буду на служении думать, как мне подшить потолок. Во-первых, я не нахожусь на том месте. Мне трудно, да? Когда я вижу, мне легче сориентироваться. И я буду здесь заниматься этими делами. Нет. Слово Божие говорит, дело Божие – это веровать. Я эти мысли откидываю. Продолжаю дальше молиться. И через веру, через веру я открываю сердце для Бога. Я не удовлетворен, что мое сердце не наполнено Богом. Я не удовлетворен. Я продолжаю держать открытым. Пять минут прошло. Не приходят. Десять минут. Друзья, я должен продолжать держать открытым. Я должен продолжать верить. И пребывать в молитве. Оно должно сработать. Если можно так технически сказать. Оно должно осуществиться. Вера, она должна осуществить это. Бог должен войти. Если я останусь верным. Если я останусь в вере. Бог обязательно это сделает. Потому что Богу это возможно. Войти в мое сердце. Войти в человеческую плоть. Ему это возможно. Он однажды это сделал через рождение Иисуса Христа. Слава Господу. И Он сегодня продолжает это делать, посещая нас своей благодатью. И своим святым духом. И поэтому, и когда я продолжаю оставаться в вере, в молитве, то приходит эта благодать Божия. Слава Господу. И мы должны дождаться осуществления нашей веры в молитве. Если мы не дождались сегодня, завтра, послезавтра, мы с вами просто, ну, наша вера не работает. По нашей вере что-то не происходит. Не осуществляется. Либо еще, может быть, два варианта. Либо еще время не пришло. Но я продолжаю оставаться в вере. Либо моя вера не работает. Почему? Она какая-то не Божия. Значит, я допустил какие-то мысли, сомнения, неверие, там, смущение. Или вообще уже не размышляю о Слове Божьем и о учении Христовом. Два варианта. И то же самое в исполнении воли Божьей. Кто-нибудь пробовал подставлять другую щеку, когда ударили по одной? Не пробовали? И не пытайтесь. Я вам скажу, не пытайтесь даже. Не пытайтесь. Все равно на отлично не получится. Сами не пытайтесь этого сделать. Иначе придете, синие, в одно служение. Или вообще не будете ходить на служение. Почему? Ну, в таком виде, да, неохота и показываться на люди. Не пытайтесь этого сделать. Другими словами, я не только про эту заповедь говорю. Я и про другую могу сказать так. Не пытайтесь сделать своими силами, усилиями, по своему пониманию, разумению, если ты не имеешь наставления в вере. Если ты не получил от Бога наставления, не пытайся дерзать на вот эти вот вершины восходить. Сорвешься, не получится, и разобьешься. Но Слово Божие, говорит апостол Павел, в Галатам пишет, через что вы получили Духа Святого? Через дела закона Бог это производит. Или через наставление в вере? Так их в вере наставлял. Там, я не знаю, кто у Галатов, Павел трудился, да? Раз, он и пишет. И он их наставлял в вере. Он говорит, друзья, давайте откроем Священное Писание. Смотрите, у Иоиля во 2 главе 28 стихом сказано, «И будет в последние дни, излию от Духа моего». Вы видите, что написано у Пророка? Да. А смотрите, вот Христос, когда был, Он своим ученикам говорил то и то и то, что я умолю Отца, пошлет. И когда они были в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы, на них сошел Дух Святой. И они молятся Духом. И вот Он их наставлял, наставлял. И они приняли. Они доверились, доверились Богу, начали молиться. Там кто с возложением, кто без возложения, наверное, не знаю. Но получили эту благодать. Но что они? Они заработали Дух Святой? Нет. Они Его приняли в веру. Они в веру обращались к Богу и молились. Они не заработали. Они не заслужили. Они там ничем, ни молитвами, ни постами, ни еще чем-то. Они это не получаются. Это получается через веру. Когда мы... Вера без Слова Божия вообще невозможна. Но только в исключительных случаях, как действия Духа Святого. Но мы сегодня имеем Слово. Бог нам говорит. И Он хочет, чтобы мы в это Слово вникали. Чтобы мы не тяп-ляп делали, исполняли волю Божию. А чтобы мы вникнули. Конечно, я не говорю о том, что сиди, нуждайся, жди откровения, когда на тебя сила Божия сойдет, ничего не делай. А вот когда сойдет, тогда только делай. Нет. Я говорю о том, что мы должны брать Слово Божие. Брать Слово Божие. И применять его в своей жизни. Насколько нам это открыто. Насколько мы понимаем. Насколько мы от Бога это уразумели и поняли. Начинать применять его. Насколько действительно в нас через это слышание Слова Божия вот эта вера пришла к нам. Тогда надо делать. Потому что вера, она не будет, если она пришла в твое сердце, ты не будешь сидеть на месте. Она тебя будет побуждать к действию. Побуждать. Вера осуществления. Она будет тебя двигать. И вы знаете, однажды я, когда слышал вот эти свидетельства, одному там удар или другому, думаю, не, я не смогу, наверное. А мне прям, так скажем, врывается в уши это. Что вот там один поставил щеку, там другой, третий благословил, там ударящего его, еще один. Я думаю, что мне вот эта информация идет, идет, лезет и лезет в меня. Я говорю, Господи, ты меня избавь от этого. Знаете, ну, как Христос молился, да? Как бы, пронеси чашу сию мимо меня. Думаю, я за себя не отвечаю, да? Если со мной это случится, я за себя не отвечаю. Я не смогу прославить тебя, Господи. Я молился, нуждался. Вы знаете, и однажды пришло такое, так скажем, такой день оный, день оный. Но перед этим Бог дал молитву. И оно осуществилось. И я вам скажу даже, не очень-то и страшно, и сильно, и больно. Но зато такое благословение, когда ты исполнил волю Божию. И теперь я понимаю, почему апостолы радовались, когда их побили за Иисуса Христа. Эта радость была не человеческая. Эта радость была от Духа Святого. Они исполнили волю Божию. И Бог наполнил их, другими словами, поблагодарил их своим присутствием, укрепил и утвердил их. И они имели эту радость, имели это счастье. А апостол Павел вообще говорит, а мы благодушествуем в скорбях. Это благо души нашей. Чему там можно благодушествовать? Что там хорошего-то, когда тебя притесняют, когда постоянно тебя клупают, хотят под тебя что-то подкопать, унижают, оскорбляют. Говорят, аж ты верующий, вот тебе. Что там хорошего? А апостол Павел говорит, благодушествуем в немощных, скорбях, благодушествуем. Это благо для нашей души. То есть человек, когда он оказал верность Богу в трудных испытаниях, Бог посылает эту благодать, Бог посылает эту радость. Друзья, и очень важно, чтобы мы, может быть, у нас с первого раза не получится. Может быть, мы себя не видим такими, Господи, чтобы мы сегодня можем исполнить волю Твою. Главное, чтобы ты не оставлял, не оставлял веру. Чтобы ты продолжал верить. Бог силен это сделать в своей жизни. Бог силен явить свою славу в твоей жизни. Чтобы ты мог исполнить волю Божию. И в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, когда умер Лазарь, умер Лазарь, и сестры, конечно, они переживали, что их брат ушел из жизни. Лазарь. И вот Христос, обращаясь к Марфе, говорит такие слова. 40 стих. Опять недавно слышали, да, про камень. Брат Саша за нужды, когда молился. Вот. 40 стих. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Друзья, и сегодня Бог обращается к нам и говорит, что если ты будешь веровать, ты просто увидишь мою славу. Ты будешь свидетелем моей славы. Потому что на тебе эта слава явится. Слава Господу. Друзья, и Бог желает свою славу являть на нас, на верующих. И если мы продолжаем пребывать в вере, несмотря на то, что у нас трудные обстоятельства, да, у нас какие-то скорби, там, еще что-то в жизни нашей, препятствия, нужды, проблемы у нас есть. Но Бог говорит, не оставляй только одного. Веры. Вот оно, дело Божие, которое мы должны с вами делать. Не оставлять веры, не оставлять Слово, иметь его в разуме. Как нам нужно поступать? Слово Божие говорит, вот так нужно поступать. Господи, помоги мне это сделать. Начинаю делать. Где-то что-то не получается. Господи, где я еще не доработал? Где у меня что еще не так? Господи, опять приступаю, но чтобы исполнить волю Божию. И у меня цель достигнуть, чтобы мне быть исполнителем этой воли. И Слово Божие говорит, что если ты будешь веровать, ты просто увидишь, как Бог твоей жизни осуществит, и ты станешь исполнителем Его воли. Слава Господу. Друзья, больше даже, Бог сделает то, что ты увидишь своими глазами, и войдешь в это небесное царство. Если ты будешь продолжать верить Ему, приняв Его однажды в свое сердце, если будешь продолжать верить, увидишь славу Божию. Увидишь славу Божию в своей жизни, и увидишь славу Божию там, в небесах. Слава нашему Господу. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы могли, мы могли понимать, не мы будем это делать, не мы, не я как человек это буду делать, а я это буду делать как верующий, как дитё Божие. Я буду доверять Слову Божьему, я буду смиряться под это Слово. Если оно говорит, так нужно сделать, а я ещё где-то высоко. Господи, благослови, помоги исполнить, помоги отбросить своё что-то там, что у меня ещё там, какие-то свои убеждения, или ещё что-то. Помоги мне смириться под Твою крепкую руку, чтобы быть исполнителем этой воли. Помоги мне доверить все свои вопросы, где у меня что не получается, доверить Тебе, Твоему Слову, Твоей благодати, чтобы увидеть эту Славу Божию, чтобы имя Божие, оно прославилось в нашей жизни. И мы поможем.